Рок над Волгой побил собственный рекорд посещаемости. На грандиозный фестиваль в Самару приехали столпы отечественной музыки. Чаев, Аквариум, Машина Времени, Короли Шут, Сплин, Кипелов, Алиса, Пелагея и группа Дипепл. На поле Красный Пахарь собрались 220 тысяч человек. Этот праздник рок-н-ролла на День России организаторы крупнейшего опен-эйра подарили при информационной поддержке Авторадио. В этом году Авторадио Москва, Авторадио Самара и Авторадио Тольятти организовали мотопробег на фестиваль «Рок над Волгой». Целая колонна байкеров под флагами Авторадио на своих роскошных мотоциклах отправились в Самару к месту проведения фестиваля, чтобы отдохнуть на крупнейшем опен-эйре страны, услышать и увидеть своих кумиров, которые живьем выступали для многотысячной армии слушателей Авторадио. Московским байкерам пришлось преодолеть более тысячи километров, и оно того стоило. Встречали их как настоящих звезд. Музыкальный марафон начала недавно отметившая свое 25-летие команда «Чаев». Оранжевое настроение было обеспечено всем. Целый час рок-н-ролла завел толпу. Сорвав море аплодисментов, со своими старыми проверенными хитами выступили «Машина времени» и с удовольствием отдали часть слов на исполнение зрителям. Мне лично очень понравилось. Я думаю, что понравилось всем музыкантам «Машина времени». Все очень хорошо организовано. Очень много народу. Народ хороший, с очень доброй энергетикой. Очень хорошо реагирует на все. Приехавший отдохнуть народ не только пел и танцевал. Гости играли в футбол, резвились детьми. И что самое приятное, не отвлекались при этом от концерта. Ведь звук был продуман таким образом, что его было слышно даже за пределами музыкальной площадки. Немного дала отдохнуть и удивила всех своим голосом певица Пелагея. Она с блеском исполнила композицию легендарной Янки Дягилевой «Нюркина песня». Отлично отыграл свою программу и лидер аквариума Борис Гребенщиков. Ведущие фестиваля Дмитрий Дюжев, Константин Хабенский, Лена Перова давали о каждом исполнителе историческую справку. А музыканты могли в это время поменять инструменты. Более тысячи человек работало над организацией праздника, гости были обеспечены всем. И поэтому спустя 12 часов драйва все еще были полны сил встретить ветеранов мирового рока британскую группу «Ди Пепл». Музыканты показали высочайший класс игры, исполнив такие легендарные хиты, как «Смоком ве ворта», «Лэйзи» и несколько песен с нового, выходящего в скором времени альбома. Ну а рок над Волгой начал готовиться к следующему концерту. Ольга Калиниченко, Александр Муштаков, Егор Костин. Авторадио. Сама. Субтитры создавал DimaTorzok